Всем привет! Вчера мы побывали в центре Энологии Шато-Тамань в станице Тамани. Сегодня у нас продолжается день экскурсий. Мы приехали в станицу Старотитровскую. Здесь находится центр классического виноделия. Сейчас ждём экскурсовода и пойдём смотреть, как производят вино здесь. Сегодня нам всем сказали надеть маски. И мы уже попали на территорию завода. Надь, меня зовут Ксения, я экскурсовод. Сегодня проведу для вас экскурсию по нашему заводу Кубань-Вино. Мы сегодня с вами увидим наш исторический музей. Спустимся в подвал, в котором у нас выдерживаются игристые вина. Вы увидите наш зал бочковой выдержки и винотеку. И в завершении будет небольшая дегустация из трёх образцов вина. Добро пожаловать на нашу винодельню Кубань-Вино. Кубань-Вино на данный момент является лидером по производству винодельческой продукции в России. И мы располагаем с тремя производственными площадками. Первая находится в станице Тамань, в центре Энологии Шато-Тамань. Там у нас первичное производство. Именно туда привозят наш виноград, собранных с наших полей. И там идёт первичная переработка винограда. То есть из винограда делают виноматериал. Этот виноматериал потом поступает на завод вторичного производства. Либо сюда, в центр классического виноделия, в станице Старотитровской. Здесь мы выдерживаем тихие вина в дубовых бочках. И делаем игристые вина по классической технологии. И третья площадка в городе Темрюк, в центре индустриального виноделия. Там небольшое компактное виноделие, на которое мы изготавливаем и разливаем тихие и игристые вина, но в больших масштабах производства. За 2020 год Кубань-Вино выпустило почти 70 миллионов бутылок вина. Чтобы посчитать примерно наш объём производства, достаточно сказать, что каждый десятый взрослый житель нашей страны является потребителем нашей винной продукции. Как вам наши объёмы производства? Впечатляют? Да. Предлагаю двигаться дальше. У нас сейчас первая остановка будет исторический музей. Пройдёмте. У специальных машинок, миноводы такие на них, наподобие таких негативных... Ой, такая ёмкость. Но они встали у нас примерно. Так. Пройдёмте, да? Да. Да. С 2003 года мы вошли в Кубань-Вино в состав винной группы «Ариант» вместе с агрофирмой «Южной». Именно агрофирма «Южная» является нашим главным и единственным поставщиком винограда. И ей принадлежат эти хозяйства, которые вы можете увидеть на карте. Девять из них располагаются по Таманскому полуострову. И только одно хозяйство находится в районе города Анапа, посёлок Виноградный. Каждое хозяйство отличается друг от друга почвенными, климатическими условиями. И вы можете это наглядно увидеть. Здесь срезы почв. То есть невооружённым взглядом можно понять, что почвы отличаются друг от друга по цвету, по своей структуре. На данный момент агрофирме «Южная» принадлежит 12495 гектаров виноградопригодной земли. А засаженной виноградниками у нас 8409 гектаров. Это практически самые большие показатели в России и Европе. И на наших землях произрастает 130 сортов винограда, из которых 39 технические сорта, из них мы делаем вина. А остальные сорта столовые и экспериментальные. И такое большое количество сортов даёт нам возможность производить широкий ассортимент продукции, который мы выпускаем под четырьмя основными торговыми марками. Торговая марка «Аристов», «Высокий берег», «Кубань-Вино» и «Шато-Тамань». Я думаю, вы что-то по-любому пробовали, да, из нашей продукции. Но если что, сегодня мы это исправим. Давайте поподробнее расскажу. Торговая марка «Аристов» названа в честь Александра Аристова, одного из собственников холдинга «Ариан». Под этой маркой вы встретите тихие вина. Акцент в них сделан на сорта итальянского происхождения. Игристые вина, произведенные двумя способами. Классический метод шампанизации и метод шарма. Мы сегодня спустимся в подвал, я подробнее расскажу про эти методы. Далее, «Высокий берег». Скажите, встречалось вам такое название раньше? Ну да. Есть такое красивое место в Анапе, «Высокий берег» называется. Мы вдохновились этим местом и решили так назвать данную марку. Виноград для этих вина мы собираем только с Анапского района, где располагается наше единственное хозяйство. И каждое вино этой серии имеет сертификат экологичности. Далее, «Кубань» вино – это вино-медиум сегмента, характеризуется стабильным качеством и доступностью для широкой массы потребителей. И наша обширная линейка «Шатотамань», в которой вы встретите выдержанные вина в дуговой бочке не менее 12 месяцев выдерживаются. Сегодня посетим зал «Бочковой выдержки», вы сами увидите это. Теруарная линейка. Виноделы наши работали над этой линейкой несколько лет, подбирали как нужные сорта винограда, технологии производства и определенные участки земли, где будет собран виноград. И здесь указан на каждой бутылке номер участка. Номер 4, 5 и 1. И если вы посмотрите на карту, то вы увидите 4 «Прогресс», 5 «Черноморец», 1 «Голубая бухта». Вот именно с этих участков был собран виноград для этих вин. Моносортовые невыдержанные вина хорошо отражают сортовую особенность каждого сорта винограда. Наша гордость – коллекция, коллекционные вина. Вино сначала проводит выдержку в дуговой бочке не менее 12 месяцев, затем хранится в венотеке не менее 3 лет. Селекция – линейка для сегмента хорика, для отелей, баров, ресторанов, кафе. В обычной розничной торговле вы их не встретите. Молодые вина, молодые тихие, игристые. Игристые вина произведены тоже двумя технологиями. Метод шарма и классический метод шампунизации. Здесь наша историческая стена, и я расскажу вам историю развития нашей винодельни. История начинается с 1956 года, но тогда наш завод был еще битпунктом, и мы занимались первичным производством. Мы покупали виноград, из которого делали виноматериал, и его продавали в другие хозяйства. В 60-х годах мы храним наш виноматериал под землей, чтобы избежать перепада температур. Сейчас наши виноматериал находятся в домах, и там специальные новкости с рубашками охлаждения, где поддерживается постоянная нужная температура. Только в 64-м году мы запустили первый цех по переработке винограда, и наш битпункт уже завезли в завод стародизоровский. В 60-х годах у нас действует безотходное производство. Мы делаем спирт-ректификат для крепления вина. Сухая выжимка в то время шла на корм животным. Из виноградной косточки делали виноградное масло. На данный момент сухая выжимка у нас идет для удобрения наших земель. Также занимались производством марочных вин. Тогда советские госты требовали удерживать марочные вина не менее 3-х лет. И производили коньяки. Действовала 5 лет коньячная аэрозавода. Но на данный момент коньяки мы не производим, мы фокусируемся только на винной продукции. В 2003 году идет новый виток нашего развития. Мы присоединились к крупному винному холдингу «Ариан» и начали работать с французами. Французский энолог Шаром Баре. Он помогал создавать нам нашу торговую марку «Шато Тамань». В переводе с французского означает «Замок Тамани». Скажите, слышали что-нибудь про праздник молодого вина? Отлично. И мы, Кубань Ивино, с 2005 года уже 16 лет выпускаем молодые вина по типу «Божиле-мво». И приобщаем всех людей начинать новый винный год вместе с нами. Праздник празднуется ежегодно в 3-4 ноября. А с 2006 года мы начали производить игристые вина двумя способами. По классической технологии она изображена на фотографии и метод шарма. И у нас открывается вот такая красивая галерея выдержки вина в дубовой бочке. Также на тихих молодых мы не остановились и изобрели инновационную технологию производства молодых игристых вин. Здесь сразу из виноградного сока за одно упражнение мы получаем игристое вино. Таким образом оно получается очень свежее, сочное и ароматное. Из-за этой технологии мы в 2016 году получили патент. То есть так производить игристые можем только мы. И я вам рассказываю про наш центр технологии «Шато Тамань». И рядом с ним располагается гильный магазин «Шато Тамань». Уникальность его в том, что там есть специальная холодильная комната. И вы приобретаете вино уже охлажденное до нужной температуры. Это очень удобно как в летний период, так и перед каким-то мероприятием. Далее мы обновляем оборудование на нашем заводе и выпускаем новые форматы бутылочек. 0,2 млн и 1,5 литра игристые магну. Потом мы завершаем работать с французами и работаем уже с итальянцами. Итальянский инолог Лука Заваризер, он помогал создавать нам нашу торговую марку «Аристов». И первые вина «Аристов» у нас вышли в продажу в 2016 году. В этом же году нашему заводу исполняется 60 лет и начинает функционировать третья площадка в городе Темрюк, центр индустриального виноделия. Так как у нас полный цикл производства от саженца до бутылки вина, с 2017 года у нас функционирует крупнейший в России питомник по производству саженцев. Саженцы мы не покупаем, а производим их сами для себя. Мощность питомника на момент открытия 6 млн прививок, из которых получается более 4 млн готовых саженцев. И эти саженцы мы уже можем продавать в другие хозяйства. С 2018 года у нас выходит вино-сплассификация ЗГУ, защищенное географическое указание. Означает, что виноград собран только с наших участков земли. Ни виноград, ни виноматериал не привозны, а используем только наше сырье. И с 2019 года мы обновляем дизайн у наших бутылок, выпускаем большое количество новинок. И у нас открывается первый в Китае за рубежом город Шэйчжэнь винный магазин Шато Тамань. Здесь в музее вы можете увидеть наше раритетное оборудование, на котором мы раньше производили вина. А здесь наши медали на каждые деньги. С 2008 года вы получили в мальчике 600 на каждые деньги. А здесь указана только самая малая часть из них. Продолжение следует... Здесь находятся на хранении наши юристы Ирина, произведенные по классической технологии. Классическая технология заключает в себя, что вторичное оборудование происходит именно в бутылке. Виноматериал дрожания разливается по бутылкам и закрывается врезанной кровью пробкой. Она похожа на бутылку от пива в стекле или лимонада в стекле. И эти бутылки складываются в такие деревянные контейнеры и направляются сюда, в этот подвал, для ображения дальнейшей выдержки на дрожжевой осадке не менее 9 месяцев. То есть 9 месяцев бутылки здесь проводят время. Когда это время проходит, нам нужно убрать дрожжевой осадок. И для этих целей у нас есть вот такие ремяшные установки. Так как у нас большой объем производства, вручную дрожжевой осадок мы не сводим. Бутылки перекладываются из деревянных контейнеров в железные контейнеры-жиропалеты. И эти жиропалеты мы устанавливаем в такую ремяшную установку. Ей управляет компьютер. По специальному алгоритму в течение 6 суток контейнер переворачивается с небольшими остановками из горизонтального положения вертикально, что способствует полному сведению дрожжевого осадка на пробку всего лишь за 6 суток. Далее нам нужно будет дрожжевой осадок заморозить и удалить. Мы это тоже сейчас посмотрим. Данный подвал у нас площадью 3000 квадратных метров. И здесь на данный момент лежит 1 миллион 200 тысяч бутылок с игристым вином. Только классический метод. Подвал может вместить в себя полтора миллиона бутылок. И тут мы тоже поддерживаем температуру и влажность. 12-13 градусов температура и влажность 60-85% для лучшего созревания наших вин. Перед тем, как бутылки у нас отправятся на заморозку дрожжевого осадка, железные контейнеры в жаропалеты переезжают вот в такие холодильные комнаты. У нас всего их 6 на 10 суток, чтобы мы удостоверились, что дрожжевой осадок полностью слился. И перед нами кристально чистое и игристое вино. Так как сегодня выходной день, у нас линии не работают, но я вам вкратце опишу дальнейший процесс. Следом нам нужно заморозить дрожжевой осадок. Для этого бутылки перекладываются уже в специальную холодильную камеру. Там минус 20-25 градусов и в течение получаса идет заморозка дрожжевого осадка. Именно бутылки перекладываются горлышком вниз и замораживаются 3-4 сантиметра. Потом бутылка укладывается на линию специальную. И специальным аппаратом убирается уже временная пробка и замерзший дрожжевой осадок. Если это вино экстра блюд, то мы доливаем немного игристого из такой же партии, так как в этом процессе все равно игристая немножко выливается. Если это полусладка, у нас в ассортименте тоже такие присутствуют, то мы уже добавляем специальный экспедиционный ликер для регулировки сахара. Потом мы укупориваем корковой пробкой, фиксируем в мюзле специального проволока и отправляем на оформление. Такие вино игристые по классической технологии мы оформляем только вручную. То есть и марка, и этикетка, и контр-этикетка наклеиваются руками. Здесь на данный момент находятся 1300 дубовых бочек из трех видов дуба. Американский дуб, французский и кавказский. Каждая бочка на 225 литров. И за все время хранения вина в бочке она способна впитать в себя примерно 11 литров вина. Почему это происходит? Потому что дерево является користым материалом. И вино, когда хранится в бочке, подвержено как медленному испарению, так и медленному окислению. Бочки мы используем несколько раз, примерно 3-4 раза. После потери своей значимости бочку мы либо утилизируем, либо перепродаем в другие хозяйства, либо используем для каких-то маркетинговых целей. Это сейчас модное направление, можно бочку перекрасить и использовать как варную стойку, либо столик. Красные вина в среднем выдерживаются в бочке от 9 до 18 месяцев. Но есть свои какие-то исключения, как в большую и меньшую сторону. Белые вина немного меньше, 6-12 месяцев. Если мы в бочку залили белое вино, то в ней уже не будет красного. И наоборот. Первый раз бочка передает наибольшее количество зубовых тонов вина. С каждым последующим все меньше и меньше. Пожалуй, самая интересная часть – это именно место, где хранятся бочки. Здесь такой характерный запах, и все, кто зашел, сразу начали принюхиваться. В общем, очень интересно. Думаю, следующее, что нас ждет – это дегустация. Мы с вами находимся в нашей винотеке, и здесь хранятся наши редкие коллекционные вина. Чтобы вино получило статус коллекционное, необходимо, чтобы оно провелось здесь не менее трех лет в винотеке с определенными условиями хранения. Поддержание температуры, влажности, полный покой бутылок и их горизонтальное положение. Чтобы вино постоянно смачивало пробку, и она не рассохлась. Также, конечно же, у вина должен быть потенциал дальнейшей выдержки. И до присоединения Крыма мы были единственным заводом, который занимался производством Мадеры. Наша Мадера кубанская, 98-й год урожая. Делаем ее из сорта Кецетели. Выдерживаем Мадеру на солнечных таких специальных площадках. Такие солярии-оранжереи, где поддерживается 30-35 градусов, нужная теплая и постоянная температура. И есть еще более раритетный образец Мадеры, 91-й год урожая. Этому вину уже 30 лет. Про Мадеру также говорят, что она либо женский коньяк, либо дамский коньяк. За ее цвет янтарный и ароматику богатую. И хочу показать вам такой вот пиратский сундучок. Есть предположение, что случилось с вином? Свеча была не стояла? Нет. В море было. Вот правильно. Мы проводили эксперимент на морское дно. Мы опустили 48 бутылок с вином, чтобы понять, что с ним произойдет. Улучшится, но ухудшится. Что приобретет или потеряет, наоборот. Но когда год прошел, мы бутылки достали, открыли. И, не знаю, к сожалению или к счастью, с вином абсолютно ничего не произошло. То есть выдержка на морском дне вину ничего абсолютно не дала. Смотря сколько лет. Но мы проводили эксперимент на 12 месяцев. Гринческое в жилье превращается. Бутылки качественные. И на деревянных стендах вы можете увидеть расписные бутылки. К нам ежегодно приезжают известные люди и оставляют свои автографы. Самое старое вину в год здесь. 91-й год Мадера. И на этом ваша сваренья экскурсия завершилась. Я приглашаю вас присесть за накрытыми столами. Вот на депестанции у вас будет один образец листового вина, один образец белого и в совершении красное. Первое вистое вино, с которым мы с вами познакомимся. Шато-то-маль, флорус-де-сюд, это цветочная ремешка. В переводе с французского означает «сушные цветы и цветы луга». Розовое, полусухое и вистое вино. В вкусе будет чувствоваться немножко сладостное, когда полусухое уже и вистое вино. И тоже с ягодными оттенками в вкусе и вистое. Как вам понравилось, сегристое вино наше? Да. Мы с вами будем двигаться дальше. Следующее вино – шапотомани перц. Это наше зеленое такое вино, сочное, хрустящее. Вы сейчас в этом убедитесь. Сочный виноградок неточный, это розовый мускат, очень ароматное вино с хорошим кислотным тетем. Кто что чувствует в бокале? Чай, чувствую зеленый. Уленый лист, запах веток зеленого, зеленого листа. Верно, здесь еще аромат листии, черная смородина, размяток, черная смородина. Стояние летний, такой вариант, освежающий. Лучше со льдом, она обалденно получается. Вот, лед и туда сам бутылки этого сахара дали. А значит, чего такой запах получается? Это сорт винограда такой. Как называется? Цветочный. Это розовый муската. Мускат является очень ароматным сортом. То есть никаких добавок, да? Муската нет. Я не чувствую мускат. Но это не мускат, это розовый мускат. Розовый, ну да, потому что я чувствую, вроде муската не чувствую. Чувствую, но не чувствую. И так вот я смотрю. Пахнет, да, хорошо пахнет. Замок обалденно. Вот он, я бы еще не знаю, посмешать, это обалденно. А ранний сахар, немножко недостребший. Обалденно это что? Как это минерализировано? Чтобы вино получило именно насыщенный такой красный цвет, брожение происходит вместе с мизгой, вместе с кожей, с винограда. И за счет этого вино получается и тонинное, и насыщенное, и по аромату, и по цвету. Это в бочках, да? Да, и здесь три месяца выдержка в губовой бочке, кратковременная получается. Если покрутить бокальчик, парировать вино, то можно почувствовать именно нотки выдержки. Здесь небольшая копченая нотка, и такой вот кожа, мясо сырое. И на этом наша с вами дегустация небольшая скрошилась. Надеюсь, вам все вино понравились. Здесь можно сфотографировать то, что мы с вами пробовали сегодня. Это крепкая, крепкая, да. Это прямо такой бутонный. Спасибо. Так, сегодня мы пробовали сухое белое шатото-тамань. Шато-тамань полусухое розовое, игристое жемчужное вино. И кабернет-савиньон, сухое красное, высокий берег. В высокий берег это делается в Анапе. На сегодняшней экскурсии мы попробовали абсолютно другие вина, не те, которые были вчера в Тамане. Поэтому мы получили еще большее представление о том, какие вина делаются, собственно, здесь у нас в Темрубском районе. Ну что ж, вот подошло к концу наше двухдневное винное турне. Побывали мы за два дня на двух винзаводах. Это шатото-тамань в станице Тамань и завод Кубань-Вино в станице Старотитровской. Если вы не видели видеоролик из шатото-тамань, то обязательно переходите по подсказке, там тоже очень интересно. И благодаря вот этим двум дням мы получили полное представление о том, как развивается виноделие в нашем Темрюкском районе. Если бываете здесь, обязательно записывайтесь на какую-нибудь винную экскурсию. И я думаю, что положительный заряд вы точно получите. Это было очень интересно. Если вам понравилось это видео, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на канал. И увидимся с вами в следующих роликах. Всем спасибо. Пока-пока.